Губернатор Олег Кожемяка с семьей присоединились к ребятам из Краевого онкогематологического центра, чтобы нарисовать вместе с ними картины. Такие встречи проходят в рамках арт-проекта «Рисую, мечтаю, живу». Мы периодически здесь бываем сами, ведем работу. Супруга мне бывает здесь, то есть почаще. Ну и сегодня вот в преддверии 23 февраля пришли тоже с тем, чтобы и поздравить их с этим праздником, поделиться с ними радостью, игрушками, символами детей Приморья, которые идут у нас сегодня. «Рисую, мечтаю, живу» – один из социально-терапевтических проектов благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Его главная идея – через рисунки и фото детей привлечь внимание к проблемам детской онкологии в Приморье. Вот эти рисунки, которые исполняют дети вместе с теми, кто их опекает, с врачами, с наставниками, помогают осуществлять здесь вопросы, связанные и с лечением, и с теми препаратами, которые, может быть, нет в перечне медицинских препаратов, и где-то с ремонтом, где-то с приобретением необходимого оборудования. Поэтому мы, со своей стороны, продолжаем его поддерживать, то есть выделение необходимых средств на ремонты. Впереди у нас стоит задача по все-таки восстановлению реабилитационного центра на Демьяна-Бедного. Сейчас такие поручения даны с тем, чтобы была возможность расширить круг этих возможностей, показаний помощи, в том числе и в реабилитации. В этот раз губернатор вместе с супругой Ириной и дочерью Алисой рисовали картины с тремя ребятами. А в марте пройдет благотворительный аукцион, где будут выставлены картины, созданные в рамках проекта. Деньги от продажи рисунков поступают сюда, в детский гематологический центр, который ведет большую работу по детской онкологии, по восстановлению ребят. Поэтому к этому всегда спонсоры относятся с сочувствием, всегда жертвуют необходимые денежные средства. Отметим, борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта здравоохранения. В медицинские учреждения Приморского края закупается новое высокотехнологичное оборудование. Врачи получают вознаграждение за ранее выявление онкологических патологий у пациентов. Диана Иванова, Новости на Восьмом.